Дорогие коллеги, мы потихоньку собираемся, я вижу уже более 50 участников. На данное третье заседание Комитета по энергетике Российско-германской внешнеторговой палаты зарегистрировало более 100 участников сегодня. Мы сегодняшнее заседание проводим в особом, в открытом формате, совместно с Генеральным консульством Германии в городе Санкт-Петербург. Меня зовут Владимир Никитенко, я руковожу Российско-германской внешнеторговой палатой на Северо-Западе и в Петербурге. И прежде чем мы начнем наше заседание, я хотел бы поделиться несколькими техническими деталями, определить некоторые правила, которые мы установили для проведения различных заседаний. Прежде всего, у вас есть возможность воспользоваться синхронным переводом. Чтобы включить перевод и выбрать язык, достаточно нажать на кнопку «Перевод» в панели внизу. И, как я уже сказал, сегодня заседание переводится на три языка — это русский, немецкий и английский язык. Если вы еще не указали в профиле Zoom свое имя, фамилию, то просим это сделать. Я вижу некого господина Илью. Я думаю, что было бы для всех эффективно и удобно, чтобы мы видели, кто сегодня подключился к нам и, соответственно, с кем мы общаемся. И прошу прощения сразу за то, что анонимные или неидентифицируемые участники могут быть удалены из конференции. Также у меня просьба не перебивать выступающих. И если у вас есть вопросы или комментарии, то воспользуйтесь функцией чата. Мы будем просматривать ленту. У нас несколько модераторов сегодня на заседании. И по возможности у нас, я надеюсь, будет возможность задать вопросы сегодняшним выступающим и прокомментировать происходящее в чате. Я думаю, что мы после каждого доклада такую возможность предусмотрим. Также, если вы хотите задать лайв, что говорится, вопрос спикеру, то сбоку есть функция поднять руку. Тогда мы увидим, что у вас есть комментарий. Соответственно, должен предупредить, что мы будем записывать данное заседание и конференцию. И надеемся, что у вас нет возражений по этому поводу. Особенность нашего сегодняшнего заседания также состоит в том, что оно полностью посвящено водородной энергетике. И основная цель сегодняшней сессии – это познакомиться с актуальной политикой Германии в этой области, познакомиться с актуальными проектами России в этой области, узнать побольше о планах различных компаний. Ну и, собственно, наша вообще далеко идущая цель – это найти, естественно, точки соприкосновения, определить совместные проекты в этой области, в области российско-германских экономических отношений. Перед тем, как мы начнем сегодняшнюю сессию, у меня есть очень почетная миссия. Я вижу, что здесь присутствует Тиль и Баррюк Фриз. И я бы от всего коллектива российско-германской внешнеторговой палаты хотел поблагодарить его за ту проделанную работу в последний год, за наработанные компетенции в области, прежде всего, ветроэнергетики, взаимодействие с РАВИ, за организованные деловые миссии в Германию, за запуск комитета по энергетике. Огромное-огромное спасибо. И сегодня он передает эстафету Эрике Беркле. Это наш новый менеджер по энергетике, который, собственно, в Петербурге продолжит начатое дело. Наверное, как раз я вижу, что большая часть участников уже присоединилась, и это дает мне хорошее основание передать слово Уттикач Эгли, исполняющий обязанности Генерального консула Федеративной Республики Германии в Санкт-Петербурге. Так, как раз ее пока еще, видимо, нет. Тогда я думаю, что вижу, что Кристоф Зейхольцер с нами, руководитель комитета по энергетике. Кристоф Зейхольцер, вам слово. Кристоф Зейхольцер, вам слово. Для нас ищет в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, Я хочу также приветствовать мои коллеги из Ю-Консулата. Я думаю, это интересный интересный Институт в эту тематику. И это будет не только дешево-рюссишка. Другие дешево-рюссишки университет. Другие дешево-рюссишки университет. Университет 9 млрд. евро. Университет 7 млрд. евро. Вы張тfive оп воздуху на год Children и в основном игре. И также 2 млрд. евро в ту июня. Мы где-то 120 млрд. calcul defendен, что deaf-руссишкаящая вважная огромный потенциал по كانтLabом. Das Thema treibt viele Player in Deutschland um, nicht nur die DENA, nicht nur das Wirtschaftsministerium, nicht nur das Forschungsministerium, sondern noch viele andere. Ich freue mich ganz doll, dass auch die AHK, sprich die deutsche Wirtschaft, dabei ist, denn die Wirtschaft ist letztlich der Treiber bei der Umsetzung dieser Strategie. Die Herstellung grünen Wasserstoffes ist das langfristige Ziel. Wie wir da hinkommen, wie wir da möglichst schnell hinkommen, hängt von uns allen ab. Und deshalb möchte ich jetzt nicht weiter lange reden, sondern Christoph Seeholzer hat das Wort übergeben. Danke. Gute, danke. Und als Arbeitsgruppe Energiewirtschaft ist ja unser Ziel, die Wirtschaft oder die Unternehmen zusammenzubringen in Russland und in Deutschland, um Möglichkeiten und Nöte zu kombinieren und um einfach gemeinsam erfolgreich zu sein. Und Energiewirtschaft ist natürlich gerade auch im Bereich St. Petersburg gut angesiedelt. Es gibt viele Firmen, die in den Bereichen arbeiten. Aber das Thema Wasserstoff war ja bis jetzt zumindest nicht so richtig auf der Agenda. Es wird sich aber weiterentwickeln, weil von den zeitlichen Entwicklungen kann man nicht sich verschließen. Und es ist sicher auch sehr interessant für russische und deutsche Firmen, in diesem Bereich da auch eine verstärkte Kooperation anzustreben. Ich bin sehr froh, dass wir das geschafft haben, heute zusammen mit politischen Komponenten zu arbeiten, weil ja gerade im Bereich Wasserstoff ist ja eine gewisse politische Voraussetzung notwendig, weil man einfach wirtschaftlich noch nicht so konkurrieren kann mit konventionellen Energiesorten. Von daher bin ich ganz gespannt auf die Vorträge heute. Herzlichen Dank, Christoph, für die einführenden Worte. Ich darf jetzt das Wort übergeben an Christoph, diesmal Christoph Menzel von der Deutschen Energieagentur DENA. Christoph Menzel ist ein Experte für Energiesysteme und wird uns heute erzählen und einen spannenden Vortrag halten zum Thema deutsche Wasserstoffstrategie. Herr Menzel, ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, Dankeschön. Good morning. I will continue in English because I prepared the presentation in English. So, yeah, good morning and welcome, everybody. It's a pleasure to be here. Thanks for the AHK for inviting me. And I would like to share my screen now. I hope that works. Well, that's the end of the presentation. I want to go to the beginning. So, there we go. So, I hope you can see my screen. Yeah, I see. Heads are going up and down. It's great. So, what I want to do today, of course, I want to introduce you to the German hydrogen strategy and especially on the part of the 2 billion euro, which are designated to countries outside of Germany and projects outside of Germany as well. But I also want to give you a sense of why do we even talk about hydrogen? What is the role within the energy transition? To put that in context and give you an idea how that works and how it's supposed to work. And, of course, I want to go also into briefly what we are already doing within the German Energy Dialogue. I think that's also important to mention. And I know that we have been in touch with our colleagues from the AHK already to bring them on board and foster the discussions there. So, I want to start with some, yeah, it's kind of housekeeping in a way. As you may have heard, there are different colors of hydrogen already going and discussed and forth and back. So, we broadly divide into four different colors. So, it's brown, gray, and blue, and green hydrogen. Frau Katz-Egle already mentioned green hydrogen as the supposed overall goal towards 2050. How do we differentiate here? So, the first three colors, color codes are brown, gray, and blue. And they basically refer to the fossil fuel base of that. So, brown hydrogen derives from coal. Gray hydrogen derives from natural gas. Basically, there's a process which is called stream methane reforming, where you get out the hydrogen out of the methane. The differentiation between gray and blue is that for gray hydrogen, you don't capture or store the carbon emissions. So, this is why it's gray. With blue hydrogen, you store carbon emissions away, or you reuse it. With green hydrogen, there is a completely different process, which is called electrolysis. So, you use this chemical process basically to split water into hydrogen and oxygen. And it becomes green when you use renewable power sources for this process. So, keep this little color code in mind. We will talk about later why this is so important. This is also giving you, while we talk always about hydrogen, it's also important to know and mention that from hydrogen, we have a lot of different derivatives we can produce and we use already. So, the flow chart basically shows the production of green hydrogen, basically. So, we start with the renewable power on the left, then we have the chemical process of electrolysis here, and then you have different conversion processes, often with hydrogen, where you can create certain, we call it power fuels. Sometimes you hear the term power to X. And as you can see, these different power fuels are probably very familiar to you. So, like diesel, petrol, kerosene, ammonia. So, why is that? Because these derivatives basically have the same chemical characteristics like the fossil fuel based energy carriers. So, why is that important? Because you basically can easily drop in this green based power fuels into the system without changing the infrastructure. This is very important, actually. So, and this is a great advantage of such fuels because you don't need to build up a completely new infrastructure. Sometimes you need to do some adjustments, but basically with diesel, petrol and so on, you can directly do the switch of the fuels. The order here is not necessarily matching with the power fuels we are using here. So, please keep this in mind. It's not perfectly fitting. What is actually shown here, there is kind of a prioritization towards where we think it's most useful to use power fuels. So, from our viewpoint, power fuels are best used there where you can't electrify the process. So, basically where you need molecules for the process, such as in the chemical industry for producing fertilizers, you need basically ammonia to produce the fertilizer. And ammonia arrives from methane. So, you really need molecules. So, you really need molecules. You can't electrify that. So, this is why industry is one of the core sectors where power fuels can be used. Same is true for transport and, therefore, specifically for aviation and shipping, where you have long distances, you need a lot of energy for covering the distance. And this process, until today, the technology is not that advanced. You can't basically electrify an airplane which has to fly 10,000 kilometers. So, the batteries would be super large, super heavy, and not cost efficient. So, with the other sectors here at the bottom, heating and cooling, in some countries, they already do that. From our viewpoint, it's less efficient because you basically go all the way back to the beginning, to the power. You can, of course, burn the hydrogen and produce electricity with that. But in terms of conversion losses, this process would be rather inefficient. So, I promised you to put hydrogen in the context of the energy transition. So, the energy transition overall is more or less divided into three pillars. The first pillar is energy efficiency. Use the energy you use as efficient as possible. That's very simple and clear. Using direct renewable energy, so all the switch we do with the energy in Germany, using renewable power instead of fossil-based power is basically one central pillar of the energy transition. And, as I mentioned before, power fuels come into play for processes where direct use of renewable power is not possible, where you need molecules, where you need liquid and gases molecules to provide the power, the energy for the certain process. When we talk about how much power fuels or green hydrogen or blue hydrogen we potentially need, there are certain studies that were done in the last years, in the last recent years. And I have brought you today three kind of major studies which were highly acknowledged within the discussions in Germany. One is the own study of the DENA, it's called the DENA LEAD study, basically. The BDI is the German industry association, the architect is a research organization, which is heavily involved in the R&D of hydrogen power fuels. So they all, as you can see, towards 2050, they have different assumptions. The scenarios, they show the 80% and the 95% or 90% basically means how much greenhouse gas emissions are reduced to what extent. So 95% means, to the reference case of 1990, greenhouse gas emissions are reduced by 95%. So towards 2050. So as you can see, the studies come to a different assumption how much power fuels and hydrogen we therefore need. So our cost efficient model in the DENA study, TM95, basically means TM stands for technology mix. So we use the technology mostly best assigned for every use cases. We come to overall, I assume overall 908 terawatt hours a year, which we potentially need for power fuels. To put this in context, Germany has an energy overall demand of 2500 terawatt hours a year. So roughly one third could potentially come from power fuels. So I already, you see the bars here with light blue and the dark blue, right? The dark, the light blue is basically the domestic production, which is potentially possible in Germany. So it's up to the highest bit is like something like 160 terawatt hours in 2050. And the rest of it will be, needs to be imported. In this bar, there's only green hydrogen assumed and integrated. So basically we need renewable power to produce green hydrogen. So due to the limited space and the conditions in Germany when it comes to PV and solar and hydropower. So basically all types of renewable energy, it's quite limited. This is why we also see a limited production capacity and supply within Germany for green hydrogen. This brings me to, as, as this discussion continued over the last two years, basically. Then I was involved as well, alongside with Adelphi, the GIZ and guide house to set up a study on where, okay. We obviously see the gap in terms of providing and supplying Germany with green hydrogen, where does this might come from in the future. There's a study which is indicated here as a source, which basically assume and assess several countries around the world by the political framework in terms of potential cooperation with hydrogen. On the vertical axis and on the horizontal axis, you see the technological tech economic framework for exporting German technologies, basically electrolyzers. So on the bottom left side, there are the countries who are less likely to do so, but have a principle, a great potential for that. So that means they have all required resources in terms of renewable power, water and so on to potentially produce green hydrogen. This is such as Mexico, Iran and so forth. And then when you go up the ladder, you see also Russia, which has a huge potential in terms of wind and also a bit of solar, and of course, hydropower in a way to use renewable power to produce green hydrogen. Where are we today when we talk about costs? This is what I think Mr. Christoph Sehal also already mentioned. This is not pure green hydrogen, but because it's e-diesel. So it's basically the green version of conventional diesel. And this is a meta analysis of our own we did with recent studies. And as you can see, we start today, diesel need near term, which is basically 2020. We have a range of from one euro 60 to three euro 38. And it goes down up to 90 cent in 2050. So the bottom line here where you see the little blue fossil is basically you can produce fossil fuel fossil based diesel for a price for roughly 50 cent per liter. And this can become cost competitive in 2050, including carbon tax, which includes the externalities of fossil fuel production. This is really like a specific case study on e-diesel. It's really hard to gather the data there. And there are some studies which show the production price are already cost competitive. When you look to Chile, when you look to countries which are really well equipped with PV and wind, they gather really like low price for the renewable energy, which makes up two thirds of the overall price of a produced liter of hydrogen or even the derivatives. This is where we are today. With that, I gave you the fundament for everything which is included in the German hydrogen strategy. And I want to get more into detail with that now. So overall, this was a process which lasted more than two years, actually, and all the work I have shown you before is basically flown into that. So there's an active process of discussion and exchange between the ministries, between experts from academia and also from industry. So this was a long term development process, more or less. So in July, as Ms. Katzegli already mentioned, the strategy was published. And of course, I agree with this assumption that the current COVID crisis has played a role and fostered, actually, probably the amount of money which is flowing into the strategy. So in terms of governance, this means how this strategy will be executed. So there is a Council of the State Secretaries, overall five ministries, except the Ministry of Foreign Affairs is actually not included, which would be the sixth ministry, which could be potentially included. So it's an overarching topic for the Ministry of Economics, Research, Environment, and Transport as well. So how to govern that? There's a steering committee, which is called the National Hydrogen Council, which includes 25 experts from academia, from industry, from policymakers and policy advice. They are supposed to guide this implementation of the strategy, and there will be an implementation office set up with basically three organizations which are involved. That's the NLV, that's the NLV, that's the DENA, and that's also a less well-known company organization, which is called ZOOC. So what are the key elements of the strategy? You heard some of them before. I was talking about the color codes in the very beginning. The German National Hydrogen Strategy clearly focuses and advocates for green hydrogen. There is certainly a bit of room for blue hydrogen, and it's not specific. It's mentioned in the glossary, so we're very much in the end. It's more seen as a transition phase. So what is the advantage of getting into the hydrogen economy overall is you set up already infrastructure you can use and you can then easily swap the hydrogen derived from renewable energies or other sources. So basically the characteristics of the molecule are basically the same, but you need to set up the infrastructure. Beyond hydrogen, this is what I explained to you with the different derivatives. The strategy explicitly says, yes, we are not looking just at hydrogen. We are looking at derivatives. Why is this so important? This is so important because if you, as I explained with the fertilizer example, in some cases you really need to consider the value chain of a certain market and a certain product when you think about steelmaking, fertilizers and so on. So it can be very efficient to go for a certain derivative because it optimizes the overall process rather than going directly or via green hydrogen or via blue hydrogen. So this is really important. So this project are also supported, supported within this 2 billion euro funding. What is the overall goal of the strategy? This is clearly clearly stated by the ministers in several cases and opportunities. It is set up to place Germany as one of the key leaders, market leaders of green hydrogen technologies. So specifically electrolysis and all the infrastructure around that. So that's the overall game goal. What does it mean in terms of numbers? I already explained a bit of the potential demand in the long term. So the government, the federal government has set up some steps in between. So basically 2030 and 2040 are the milestones which are defined more or less. So until 2030, we want to create specifically a demand or cover a demand up to 110 terawatt hours, which is roughly one ninth of the overall demand we see in 2050. This is supported by national production capacities until 2030. It's five gigawatt and until 2040, it's another five gigawatt. So five gigawatt production capacity translates into 14 terawatt hours production per year. So this leaves the gap of between depends on your how you calculate between 76 and 96 terawatt hours until 2030. So where basically the import need, the import demand comes into play and where this 2 billion euro will play a role. So with that, I want to briefly stop and say, I was asked to talk about potential funding mechanisms. Well, they're not yet in place, so I can't talk about it. But what is in place, there are discussions about it, how to get there and how potential models can look like. So, and this is what I will want to show you. And I also can give you an indication what potential for in terms of how companies and organizations who want to be involved in this development can look for and potentially design their projects. So, um, this is, this is a concept, as you can see, as you can see at, oh, well, it's confidential draft, it doesn't say concept, but, um, this concept is designed by the GIZ. Um, they are, uh, one of, one of the lead organizations, including the Dana, who are working on, um, the, the framework of importing or to import hydrogen. So what are, um, why do we need this framework? And that's basically the reason for the 2 billion, um, euro subsidies. It's basically to bridge, uh, the gap until a market, a global hydrogen market is developed. So these 2 billions are not per se, um, uh, OPEC subsidies to, to set up, um, specific, um, production facilities. They are more like, okay, we try to ensure a long-term, um, supply agreement and fund this, uh, fund this agreement or ensure that, uh, this, uh, agreement is done. So, um, um, there are three, basically, uh, three, uh, pillars of that. So, um, within the concept that it define a clear time limit, uh, 10 years, um, hydrogen purchase agreement, more or less. So that a producer potentially, uh, let's assume it's a producer for green hydrogen in Russia who uses wind, um, wind energy, uh, to produce, uh, renewable power, have an electrolyzer set up. They get basically a contract for 10 years, um, and, uh, that means they get the contract to be ensured that they, the, the hydrogen they produce is off taken by, uh, a third counterpart, an intermediary, um, who is basically paying an agreed fee for that amount of hydrogen over 10 years. So, um, so, um, the next step is the contracts for different, uh, probably some of you heard of that concept. It basically, so as we agree on a certain amount of, um, a certain price for this hydrogen, um, market price will vary, go up and down, right? And the contracts for difference basically ensure, um, if, if they go, uh, if the market price go down, um, the specific fund, the 2 billion will pay the difference towards the producer. If the market price goes below the agreed price in the hydrogen purchase agreement, and if the market price goes beyond the agreed, um, uh, price in the contract, um, the producer, the, the difference goes back to the fund. So there's basically a mechanism that, um, we, um, yeah, there's basically a mechanism that, um, we ensure, uh, that the, uh, the hydrogen power plant is, um, has an investment security and, um, that we also, uh, have a market-based element in that. So what, what, uh, happens on the end in the off-tapers markets, so in the consumers market. So, um, there's an auction-based model, uh, indicated. And, uh, the idea is that this intermediary, which will then exist somehow, um, uh, goes on out and, uh, opens an auction for off-takers, for example, for chemical, uh, plants or steel makers who want to, uh, buy green hydrogen. And they, um, can buy that via auction. And this will be a one-year supply contract. So, but this contract will be done with the intermediary. So, um, all what I have told you right now is... То есть, еще раз подскажу, подчеркну, это все еще обсуждается с министерствами, это не значит, что так будет, это потенциальные модели, согласно которым это может работать. Это может выглядеть вот так, но это не финальный вариант, это не определенная система. Но можно определенные выводы все равно сделать. По сути, выводы вот здесь в желтом, желтым цветом выделены. Что это означает для потенциальных инвесторов и разработчиков проектов в России? Нужно подумать. Потенциальные проекты с топливными элементами, с производством водорода 100 мегаватт, например. Возможно, они будут такие проекты интересны, потому что, как я говорил, этот фонд 2 миллиарда евро начнет, средства из него начнут осваиваться в ближайшем будущем, уже в следующем году. То есть, возможно, стоит задуматься о подготовке к потенциальным тендерам, которые будут проходить в 2021 году. И, скорее всего, тендеры, кстати, не будут привязки к стране, то есть страновой привязке. Определенных требований, что производитель должен быть и стоил или и стоил. И, скорее всего, не будет. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. струкновение следует. Таким образом. А maybe настройка. Или настройка. Или настройка. Таким образом, снижение вопросов. And with that, I come to the last bit. I was asked to talk about how the energy dialogue is involved with that. As you are all away, there is an energy dialogue between Russia and Germany, which is led by the ministries. They have agreed that hydrogen will become or will get an own workgroup on hydrogen within a new workgroup, which still has to be established on sustainable energies. So this is basically the political dialogue between the ministries on hydrogen. So it's actually scheduled to be there with current developments. I guess there is a slight small lack in terms of progress. But what we have also done, so the DENA is involved as a consultant for the BMWi. So this is why we are kind of familiar with the topic and are involved. And as a second workstream, there is an economic-academic dialogue going on, which is under the umbrella of the German-Russian Resource Forum. They have founded the working group itself. We basically founded or we had a kickoff meeting on the 27th of August, just a couple of weeks ago. The idea was already founded and set up last year in November. And within that working group, we bring together industry and academia from both countries. So this will be a relatively large working group. We will focus on all questions on hydrogen from production, from transport to the offtake and how to use that. And we are partnering there with the relevant stakeholders, such as the AJK. The Ostal Shores is involved already. So we try to bring the different work streams and different networks together so that we reduce potential losses of information. So I see a lot of questions. I'm done. I can say thank you for your attention. I hope that was what you expected, kind of. And I hope it gave you a glimpse of how the energy hydrogen strategy in Germany looks like. Thank you. Thank you very much, Christoph. Indeed, you already see from the chat that there is active discussion going on because, unfortunately, at the moment, we are already running out of the time for this presentation. I will allow myself to pick one question and I suggest that after the second presentation in the session, we'll have a round where we can catch up with the additional questions so that we give enough space and time for the second presenter. So the first question to you, Christoph, the currently first one, from Tatiana Krylova, who asks, the strategy is clearly focused on green hydrogen. What role will the carbon tax play in the realization? Is it to kick off all other hydrogen colors? I guess we are talking about the real use. So is it something that you can comment on? Yeah. Well, as we haven't been able or there's not a framework in place so far, which so you can imagine that every color basically has a certain carbon footprint. So I would assume if I would set up a carbon tax system on every specific step or in every specific color, there's a specific amount of carbon tax you would need to pay. So in that sense, of course, the higher the carbon tax, the higher the costs for gray and blue hydrogen. So the higher the potential or the depreciation for green hydrogen. So as I showed with the cost charts on e-diesel, the higher the carbon tax, the more likely it is that green hydrogen comes in. So it doesn't necessarily kick out blue and gray hydrogen per se. Of course, if the framework is set up that way that you forbid green and blue hydrogen in the system, well, then carbon price is basically out of use somehow. Yeah. 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 Microphone. Dear colleagues and participants, I'm making notes of your questions. I am keeping an eye on it. Let us collect them for the end of our session. And for now, if you allow, I would like to give the opportunity and the floor and the floor. to Yuri Melnikov, who is today with us from the Moscow School of Management, Skolkova, its energy center, and will enlighten us on Russia's strategy and perspective on hydrogen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much for the invitation. I will speak Russian. I will speak Russian because I see that among 90 participants are a lot of Russian names and names. I do I think it will... I will use an interviewee to take a modern name, a French name. I'll cover my English name. To use the English name. Let me try it now. I will use the Russian name. I will use the English name as a Russian name. It will see that I will show you correctly. Now I will show you for the screen. Будут некоторые отличия от прекрасного выступления Кристофа. Во-первых, вы видели из выступления Кристофа, что есть очень большой объем уже аналитики по различным аспектам применения водорода в Германии в будущем, в настоящем. Есть информация о стоимости, есть информация о конкретных объемах инвестиций, о механизмах поддержки, о том, куда это будет направляться, о спросе и так далее. Есть достаточно фундированные, причем открытые исследования, которые вы можете почитать. И неманская водородная стратегия, и исследования немецкого энергетического агентства ДЭНа о PowerFuse. Это очень интересный документ, и всем рекомендую, там все очень подробно описывается. К сожалению, в России мы не можем похвастаться пока таким уровнем погружения в материал. У нас нет такого количества публичных материалов, на которые можно было бы ссылаться, которые можно было бы почитать. Это первое отличие. Второе отличие. Я представляю Московскую школу управления Сколково, энергетический центр, который занимается исследованиями энергетической политики как в России, так и за рубежом. Мы не являемся, в отличие от немецкого энергетического агентства ДЭНа, государственной структурой, которая имеет отношение к правительству или министерству. Мы частный такой независимый экспертный центр, и то, о чем я сегодня буду говорить, это наша позиция, независимый взгляд на то, что в России происходит. Картинка, которую вы видите на обложке, это скорее такая надежда на будущее. Это советская космическая система «Буран», которая использовала ракету-носитель на водородном топливе, водородном и кислородном топливе. И это скорее такая надежда на будущее, что водород в России все-таки начинает взлетать. Давайте теперь обратимся к фактам. Я постараюсь покороче все это рассказать. Прежде всего, в российской долгосрочной энергетической стратегии, которая принята буквально 3 месяца назад, стоит такая цифра экспорта 2 миллионов тонн водорода к 2035 году. Это единственный показатель, который пока затвержден и на уровне каких-то правительственных документов опубликован. Дальше. Какие есть у России возможности? В первую очередь, говоря о водороде, который происходит с методом электролиза, то есть с помощью электроэнергии от каких-то источников в России, электроэнергетика, электроэнергетический сектор довольно зеленый. Ну, не скажите, довольно зеленый, но довольно низкоуглеродный, скажем так. То есть небольшая доля угля используется для производства электроэнергии и сравнительно большая доля гидроэнергетики и атомной энергетики, которые практически не вызывают выбросов СО2. Здесь важно понимать, что это, ну, я для российской аудитории, в первую очередь, говорю, потому что не все всегда погружены в контекст. Вот когда мы говорим о водородной энергетике, очень важно держать в голове вопросы выбросов кислого газа и защиту климата, защиту глобального климата. Это ключевая история, которая, собственно, и вызывает такой интерес к водородной энергетике, но об этом я чуть позже скажу. Итак, в России уже сейчас электричество, скажем так, зеленее, чем в Китае, в Казахстане, в Австралии, в ЮАР, в Соединенных Штатах, в Германии, в Польше и там разнообразно в других странах. Кроме того, в России есть большой дополнительный потенциал, не реализованный пока в сфере ветроэнергетики, солнечноэнергетики, гидроэнергетики, и электроэнергия может быть еще зеленее. А в некоторых регионах России, там, скажем, Карелия, отдельные регионы Дальнего Востока, уже электроэнергия там либо почти зеленая, либо, ну, по крайней мере, там, практически без выбросов СО2 производится. Далее, у России есть существующая газотранспортная инфраструктура, Россия крупнейший экспортер газа, и есть и газотранспортная система, есть и опыт уже поставок СПГ по Северо-Московому пути и так далее. Есть близость к европейскому рынку, к восточно-азиатскому рынку, к Японии, Китаю, Кореи, которые тоже очень активно занимаются развитием водородной энергетики. И у России есть почти 60 лет опыта использования водорода в различных космических и военных оборонных применениях, поэтому есть научные школы, которые в разнообразных сферах цепочки создания стоимости водорода и создают какие-то разработки. Ну, есть люди, которые этим занимаются. То есть, ну, не на пустом месте, скажем так, это все возникло, в отличие от, скажем, там, ветряной солнечной энергетики, в которой у России действительно не было такой мощной истории, скажем так. У России таким образом может производить, ну, в принципе, любой водород. И зеленый из возобновляемой электроэнергии, и голубой из природного газа, потому что есть запасы и так далее, и так далее. Есть возможность производить желтый водород. Это водород, который получается электролизом с помощью электроэнергии от АЭС. Ну, например, тот же самый водород, который очень большое место занимает в энергостратегии Франции, где тоже водород производится из такой электроэнергии. В России большой, крупный атомный сектор, и это одно из перспективных направлений. Ну, и так называемый бирюзовый водород – это водород, который планируется производить методом пиролиза метана, при котором метан разделяется на чистый водород и углерод в твердом виде, сажа. Главное, что эта сажа не попадает в атмосферу в виде парникового газа, и, соответственно, ключевое условие защиты климата выполняется. Дальше, опять же, ну, скорее, может быть, для российской аудитории поделюсь вот изображениями, зачем вообще водородом занимаются в мире. Это, ну, анализ, который мы провели там несколько месяцев назад. Мы просто посмотрели несколько водородных стратегий, не только немецкую, не только европейскую, но и американскую, японскую, корейскую. В общем, в диапазоне от США до Японии и от Германии до Австралии несколько водородных стратегий. И нам показалось, что есть пять ключевых причин, почему государства этим занимаются. Государства, инвесторы, люди. Первая причина – это декарбонизация и сокращение выбросов СО2 в атмосферу. То есть та самая защита климата, борьба с глобальным потеплением. Фодород – это ключевой способ для глубокой декарбонизации экономики. Он позволяет глубоко сократить выбросы во всех сферах экономики, даже там, где это раньше было сделать трудно. Вторая причина – это сокращение загрязнения воздуха, которое происходит от транспортного сектора. Вот, например, для Китая это очень актуальный мотив. Они водородную энергетику развивают именно в том числе с учетом этого обстоятельства, чтобы очистить воздух. Третье – это спрос на хранилище низкоуглеродной энергии, который очень актуален в странах, где доля солнечной и ветряной энергетики выросла за последнее время в 10-15 раз. И сейчас очень большая доля там электроэнергии вырабатывается за счет ветряков солнечных панелей, например, в Германии. Вы знаете сами, что там периодически приходят новости о том, что ветроэнергетика производит больше электроэнергии, чем нужно в стране. И ветряки приходится ограничивать, так называемый курт-прутаймент. Вот эту электроэнергию можно было бы запасать и использовать когда-то в другое время, может быть, даже через несколько месяцев. В этом смысле водород – один из способов это сделать. Дальше – энергобезопасность, диверсификация поставок энергии. Это актуально для Японии, например, очень, для разных других стран. И, конечно, экономическое развитие. Водород – это очень наукоемкая технология, которая находится в самом начале кривой обучения, так называемый. То есть здесь очень большие перспективы для развития разнообразных наукоемких бизнесов и экономического роста. Вот пять таких ключевых причин. Давайте теперь попробуем, посмотрим, как эти причины, эти стимулы работают в нашей… в России. В первую очередь давайте посмотрим на главный. Это декарбонизация. Декарбонизация – это, как еще раз повторюсь, сокращение выбросов СОВ-2 в экономике с целью защиты климата. Есть такой документ – проект долгосрочной стратегии экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов, так называемой стратегии низкогулированного развития. И в ней поставлено, ну, рассмотрено несколько сценариев. И сценарий с минимальными выбросами, как вы видите на рисунке, полагает, что в 2050 году Россия будет выбрасывать столько же парниковых газов примерно, сколько выбрасывает сейчас. Если говорить в абсолютных величинах. То есть столько же тонн парниковых газов в год, сколько выбрасывает сейчас. Для сравнения, если вы посмотрите на аналогичную стратегию Европейского Союза, и в частности Германии, в 2050 году там стоит цифра ноль, то есть сокращение выбросов парниковых газов до нуля в 2050 году. У России таких ампетициозных планов нет совсем, они не рассматриваются даже, то есть даже в этом проекте долгосрочной стратегии стоит только вот такая цифра. Это означает, в принципе, ну и в этой стратегии написано, что главный способ достижения вот этой цели, с учетом экономического роста и так далее, это энергоэффективность. Повышение энергоэффективности, которое позволит сократить выбросы парниковых газов. В этом смысле водород совсем не является здесь каким-то способом декарбонизации. Можно вполне обойтись и без него, на самом деле. Ну и в стратегии, по сути, так и написано, что энергоэффективность это все сделает и без водорода. В этом есть ключевое отличие российской ситуации от немецкой. Германии достичь национальных целей по сокращению выброса парниковых газов без водорода невозможно. Именно поэтому существует спрос перспективный, который растет, вы видели на графиках. В презентации Кристофа очень это наглядно было видно. А следующий момент, давайте посмотрим на все остальные стимулы. Ну, во-первых, что у нас там с чистотой воздуха в городах? Ну, есть города, мы знаем, что Красноярск, разные другие сибирские города, да и в Москве, конечно же, тоже. Доля транспорта в загрязнении воздуха, которым дышат жители, очень незначительно. Но эту проблему в российской энергетической политике пока что предлагается решать за счет перевода. транспорта на компримированный природный газ и, ну, там может быть батарейный электротранспорт. То есть вот транспорт на топливных элементах, водородный, который использует водород в качестве топлива, пока не рассматривается в качестве способа решения этой проблемы. Дальше, что у нас с сохранением низкоуглеродной энергии? Ну, очень просто. В России доля генерации, то есть доля электроэнергии, которая вырабатывается на солнечных и ветеринах электростанциях, в 2019 году 0,15%. По сути, эта роль в Е, исключая гидроэлектростанции, в России практически незначительно. Ну, если говорить о масштабах страны. Вот как такового спроса острова, задачи хранить эту электроэнергию пока нет. И, соответственно, и здесь для водорода нет какой-то подпорки. Что касается энергобезопасности, ну, здесь тоже понятно, Россия поставщик энергоресурсов номер один в мире, и проблема энергобезопасности и диверсификации источников энергии практически на всей российской территории решена. Такой задачи нет. Поэтому получается, что, в общем-то, из пяти главных стимулов для развития водородной энергетики внутри страны остается только один, может быть, экономическое развитие. Ну, и немножко там загрязнение воздуха в городах. Вот в этом есть проблема. То есть, на наш взгляд, внутренний рынок в России пока не имеет стимулов для развития, и пока непонятно, откуда эти стимулы могут появиться. Мы, опять же, не знаем сейчас, что будет на горизонте года-двух, поскольку, вот, обращаясь к этому слайду, вы видите, слева я написал национальную водородную дорожную карту, ну, или просто дорожную карту по развитию водородной энергетики, которая разрывает Министерство энергетики, ну, примерно уже около года. К сожалению, у нас нет возможности ознакомиться с текстом этого документа. Он пока в закрытом режиме обсуждается внутри правительства, и мы не знаем, какие меры предполагаются там для достижения той амбициозной цели в 2 миллиона тонн экспорта к 2050 году. Есть несколько разных инициатив в России, связанных с водородом. Ну, вот наиболее, наверное, известные из них я упомянул сейчас коротко. В первую очередь, это инициатива «Газпрома» и технологии, которые внутри «Газпрома» разрабатываются. Это пиролиз метана и так называемое метановодородное топливо, то есть смесь метана и водорода, полученного из метана. Ну, такой получается смесь метана и бирюзового водорода. Наверное, так можно было бы его охарактеризовать и с точки зрения цвета. И «Газпром», судя по сообщениям компании, собирается использовать это топливо в собственной газотранспортной системе для того, чтобы заместить часть метана и, соответственно, сократить выбросы парниковых газов при транспорте газа. Ну, насколько это известно. В каком состоянии эти разработки, пока трудно сказать, потому что публичной информации не так много. Ну, наверное, «Газпром» раскроет это чуть позже, более подробно. Будет интересно очень узнать. «Росатом». «Росатом» где-то год назад подписал с японской государственной структурой соглашение о анализе экспорта водорода, желтого водорода, то есть произведенного с помощью электроэнергии от АЭС в Японию. В первую очередь, как я понимаю, речь идет о Кольской атомной электростанции, которая работает в незагруженном режиме. Она располагается на северо-западе России, близко к Скандинавии. И там есть возможность производить водород. Насколько я знаю, сейчас этот проект находится в стадии feasibility стали. То есть со стороны «Росатом» идет проработка пока разных там аспектов. И, ну, возможно, к какой-то степени ответвление от этого проекта. Это вот такой, может быть, пилотный демонстрационный проект использования или, скажем так, анализа пока что использования водорода для железнодорожной системы на острове Сахалин, который очень близок, как вы знаете, к Японии. То есть, ну, видимо, по дороге завозить какую-то часть этого желтого водорода не только в Японию, но и на Сахалин. И там попробовать его использовать для того, чтобы сделать местный транспорт более экологичным. По крайней мере, по последним сообщениям, которые мы видим в прессе, губернатор, глава Сахалинской области, выступает с инициативами о разработке долгосрочной климатической стратегии Сахалинской области и сокращении выбросов парниковых газов в регионе. Вот, я бы сказал, что это самые такие знаковые проекты. Может быть, есть еще какие-то. Но я бы не сказал, что о них много информации. То есть, если, опять же, в Германии, повторюсь, есть база данных пилотных проектов, которые числяются уже десятками, а то, может быть, уже и сотнями. Про каждый понятно, когда он был реализован, сколько он стоил, каким результатом привел. Это информация в публичном доступе, на специальном интернет-сайте. К сожалению, в России такого нет. Всю информацию приходится отслеживать самостоятельно по различным источникам, поэтому мы не можем, к сожалению, тут раскрыть много информации. С нашей точки зрения, это последний слайд, получается, вот, два пути, что ли, сейчас, в принципе, есть для развития водородной энергетики внутри страны, внутри России, в том числе, конечно, в сотрудничестве с международными партнерами, и, конечно, в первую очередь Германии, как, наверное, самым важным торговым партнером и лидером, мировым лидером в сфере водородной энергетики в мире. Вот два есть пути, да, это, во-первых, ну, первый путь – это фокусировка на, только исключительно на импорте водорода, то есть, пардон, извините, не на импорте, а на экспорте, на экспорте, конечно, водорода из России, и, ну, и бог с ними, там, с... с нашим местным рынком, нам водород здесь внутренне нужен, поскольку у нас природный газ, а будем водород возить только за рубеж. Вот первый такой путь, который, кажется, видимо, сейчас пока что прослеживается в стратегических документах, насколько это будет возможно сделать без развития внутреннего спроса, без поддержки внутренних технологий, разработчиков и так далее, и так далее, без каких-то пилотных проектов на территории страны. Без поддержки этих проектов. Пока непонятно. Пока непонятно. С другой стороны, если создавать все стимулы для развития водородной энергетики, это второй путь, то, видимо, нужно, ну, всерьез заниматься национальной климатической политикой и принимать более амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, и тогда водород становится неотъемлемым элементом достижения этих целей, и, соответственно, возникает потребность его использования везде, стимулирования его использования, субсидирования и создания системы мер поддержки в рамках долгосрочной водородной стратегии, так, как это происходит в других странах. Вот я бы сказал, что два есть таких пути. И, по крайней мере, наш взгляд на эту проблему сейчас именно такой. Вот. На этом все. Спасибо большое за внимание. Юрия, благодарю вас. У нас активнейшие дискуссии уже идут в чате, и это показывает, конечно, помимо того, что почти 100 участников сегодня слушают вас, и Кристофа, какой огромный интерес есть в сфере наших партнеров и экспертов и того бизнеса, который работает по вопросам энергетики. Юрий, к вам первый вопрос. Я зачитаюсь из чата. Может ли международный опыт сотрудничества и давления из днем, например, энергетическая политика стран Евросоюза или обязательства по Парижским соглашениям стать достаточно сильным стимулом к развитию внутреннего рынка водорода в России, так? То есть, если мы в первой части говорили больше об экспорте, импортировании водорода в Германию, тут мы говорим о развитии внутреннего рынка и могут ли импульсы не повлиять на него. Да, спасибо за вопрос, Татьяна. Ну, я в своем выступлении немножко остановился на обязательствах России в рамках Парижского соглашения. То есть, ну, конечно, я прямо это так не назвал, но вообще понятно, что те цифры, которые отражены сейчас в проекте стратегии низкоуглеродного развития, которые в марте опубликованы, вот эти 52% к 2050 году, есть очень большая доля вероятности, что именно эта цифра попадет в итоге в обязательства России по Парижскому соглашению. И я повторюсь, сказав, что для достижения этих целей водород применять внутри страны не нужно. Ну, по крайней мере, сейчас это видится так, это можно достичь гораздо более простыми и дешевыми способами. Можно по-разному относиться к этой цели, конечно, с одной стороны, ну, если сравнивать 52% и 0%, это, ну, в глаза бросается. С другой стороны, конечно, есть определенные ограничения в том, что Россия не может просто так взять сейчас цель на себя гораздо более амбициозной, потому что сумма точек зрения, скажем так, стейхолдеров и людей, которые занимаются политической политикой, складывается не в пользу такой точки зрения. Если в Германии общественный консенсус связан с, безусловно, защитой климата и как главным приоритетом, поэтому можно позволить себе заниматься, ну, по сути, масштабной перестройкой вообще всей энергосистемы и всей системы снабжения энергии, вообще, ну, в принципе, всей экономики, делать первым приоритетом защиту климата, тогда можно, да, идти. Если все общество к этому готово, если от политиков это требуют, если инвесторы массово идут в эту сторону, то здесь вопросов нет. В России ситуация немножко другая. Даже та цель, которая стоит сейчас в стратегии, представляется многим российским стейхолдерам слишком амбициозной, которая наносит ущерб экономике, которая создаст проблемы в нефтегазодобывающих регионах, в угольных регионах, и, ну, что мы будем делать с шахтерами, с нефтяниками, с газовиками, если мы будем там резко сокращать образы политиковых газов. Это серьезные проблемы. Конечно, вот, ну, можно просто сказать, что, по сути, Россия присоединилась к Парижскому соглашению, ну, около года назад, а до этого было хорошим тоном обсуждать на разных встречах большого и не очень большого уровня, что защита климата – это какой-то фейк, который придуман где-то, ну, за рубежом, и нам навязывают какую-то непонятную политику. Сейчас все-таки уже не модно так говорить, уже как-то прислушиваются к российским климатологам. Мы на эту тему, кстати, написали, издали в мае большую такую книжку, которая называется «Климатическая угроза и в поисках особого пути для России». Можете ее почитать на нашем сайте, она открытая, там основные факты изложены. И вот в этой книжке мы как раз анализируем, ну, довольно очевидную вещь, связанную с тем, что если ключевой экономический партнер России, Европа, Германия в частности, берут на себя цели по сокращению выброса парникового газа до нуля к 2050 году, это означает, что спрос на российские энергоресурсы и не только энергоресурсы, вообще все товары, которые были произведены с использованием ископаемых топлив, это и металлы, это и древесина, это еще какие-то, ну, там разные понятные вещи, ну, и, конечно, в первую очередь, уголь, нефть и газ. Вот у всех этих товаров рынок перестает быть столь интересным, каким он был там еще 10-15 лет назад. И, конечно, перспективы достаточно туманны. Если спрос на эти товары со стороны Европы будет снижаться, то в России не останется никаких других возможностей, кроме как либо эти товары перенаправить куда-то в другое место, непонятно куда, потому что вообще производителей энергоресурсов довольно много в мире. И другой способ – это декарбонизировать свой экспорт, то есть сделать энергоресурсы более зелеными, сделать их менее вредными для климата. И вот если идти по второму пути, то здесь водород становится очень важным элементом. Если водород делать без выбросов парниковых газов и его экспортировать, то здесь есть возможность встроиться в эту мировую энергетику будущего. Так, я, к сожалению, ничего не слышу. Да, Юрий, спасибо большое. Это Татьяна Крух, коллеги, здравствуйте. Я буквально, если можно, у нас тут идет очень сильная дискуссия тоже по чату, но я хотела бы только сделать комментарий небольшой к вашему ответу. Я тоже, как раз мой вопрос и заключался в том, я вижу большое влияние и большое изменение энергетической и климатической политики в Европе в том числе, и в первую очередь, поскольку мы сегодня в рамках российско-немецкой торгово-промышленной палаты и говорим о Германии. Изменяется политика, мы видим это. И в том числе вы сами упомянули, что закроется в ближайшей перспективе, есть риск закрытия наших рынков для традиционных наших продуктов, таких как, например, нефть, газ, уголь, лес, в том числе будет спрос в совсем другом количестве. Соответственно, так или иначе, вытекает потребность насущная к изменению собственной политики внутри страны и развития тех самых современных технологий. И сейчас, на мой взгляд, хороший момент, чтобы этим заниматься более подробно. А, к сожалению, то, что мы видим со стороны нашего правительства и тех позиционных документов, которые вы перечислили, как раз большого интереса или большого стимула политический уровень пока не видит. Мне кажется, что тут как раз большую роль может сыграть бизнес и такие «кружки» по интересам, как наш с вами. Потому что если бизнес даст достаточный сигнал в сторону политики, может быть, это изменит какие-то настроения в умах. Спасибо. Ну, да, я поддерживаю абсолютно ту точку зрения. Мне кажется, что бизнес более ориентирован на исследование актуальным трендам и восприятие новой информации, чем правительство. правительство все-таки более консервативно, мне кажется. Юрий, большое спасибо за ответ. Татьяна, за вопросы, комментарии. У нас осталось ровно несколько минут, чтобы, к сожалению, уже прийти к концу этой сессии, так как нас еще ждет вторая, немножко другой констелляции. Разрешите мне, чтобы Кристоф Менфель еще не получил свои вопросы, которые его ждут с времен после его презентации. Добавить один вопрос Кристофу и после этого поблагодарить вас за участие. Кристоф, у нас были очень активные вопросы и дискуссии. Мне понравились они все. Но нужно выбрать один для вас, поэтому давайте я вам зачитаю, например, следующий. Если мы говорим о критериях устойчивости, по которым будет создаваться даже политика цен водорода, представим себе такую ситуацию, что в Германию будет импортироваться водород разных окрасок с разными ценами. Как вы оцениваете политику и ситуацию в Германии? Будет, например, коричневый водород, более конкурентоспособный, потому что менее дорогой, чем зеленый. Вот может быть один такой вопрос вам? У кого еще какие-то срочные комментарии, пишите, пожалуйста, в чат. У нас еще осталось ровно две минуты. Спасибо. Okay. Very brief in terms of... It also refers back to the color code. So brown hydrogen, even though I'm not the government, but I would assume this is just a no-go. There's no way into that. So there's a clear focus on green hydrogen, and there is a transition pathway outline for blue hydrogen. So this is what we can say so far. Юрий has actually mentioned, like, yellow hydrogen, which is where you basically use power from nuclear power plants. As you are aware, we are shutting down the last nuclear power plants in Germany by 2023. I would assume that yellow hydrogen is not really compatible with the German hydrogen policy and strategy. So either way, the carbon footprint of yellow hydrogen is relatively low, which is a good sign overall. Because you mentioned the criteria is when you import hydrogen, I think that's very important to know. I have to say that there's not yet a framework in place. Not yet. But what we have, we have an example of how we do that at the moment with biogas. So we have a so-called biogas register, where basically all the biogas manufacturer have to be registered themselves, and they provide the quality of the biogas on a continued basis. So you ensure the quality that it's biogas, that the source is clear, the quality of the gas. So this is all be in place. So I could assume that this is a model and a certification model also for hydrogen in terms of the color codes. So, and then you label the hydrogen of the specific color code, and then there's a price tag on it. And this is how it potentially could work. Of course, referring back to what I said before, so there are some no-goes such as brown hydrogen, I would assume, even if it's not clearly defined. Yet, but I guess there's a, there's no way in for such hydrogen. Even to say what I think I have mentioned earlier, the current state or how hydrogen is produced today, because it is used in industrial processes, it derives from natural gas. So basically grain hydrogen is the state of the technology we use at the moment to produce hydrogen. Yeah, thanks. Okay. Christoph, thank you very much. I will now sum up our discussions, which from, from both of your presentations and also from the chats and the discussions going on there, emphasize one more time, that we are at the beginning of our path together. And that's, of course, much more research and support and policy engagement will be needed. Let me thank you, Julie, to you and Christoph to you for this really enlightening presentations. The presentations will be sent out to the participants after, of course, getting the presenters' approvals. And we will also send the recordings of today's sessions to your emails. Now, with this, the public session and the public part of our conference and our committee sessions today are finished. And those of you who will join the second part, you will have received a link and I cordially invite you to exit here and enter at the second link where we will continue our discussions with the participants. To all of you who are leaving now, I'm looking forward to more discussions in the future. Stay well and thank you very much. Good.